Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне провел ряд встреч с представителями оппозиции, чтобы обсудить с ними планы урегулирования политического кризиса в стране. И главной из них стала беседа с лидером партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукьяном. Любопытно, что переговоры прошли в режиме длиц. В отличие от сложившейся практики, представители оппозиции не были склонны выслушивать разглагольствование премьера. Так, по итогам встречи Царукьян заявил, что сказал Пашиняну о необходимости его отставки с целью вывести страну из нынешней тяжелой ситуации. Аналогичное содержание было у встречи армянского премьера с лидером просвещенной Армении Эдмона Марукьяна. Политолог Андрей Петров подчеркнул, что целью состоявшейся накануне серии переговоров скорее была фиксация текущей ситуации в армянском политическом поле, чем попытка о чем-либо реальном договориться. Смысл был лишь в том, что лидеры оппозиционных партий лично встретились с Никомом Пашиняном и высказали ему в лицо все, что хотели, но не могли за прошедшие завершения Карабахской войны 50 дней. Для Пашиняна это был формальный шаг на встречу оппозиции, демонстрация, что он идет на переговоры с политическими оппонентами и готов обсуждать напрямую с ними будущее Армении. Однако не более того. Отказываться от власти лишь потому, что этого требует небольшая группа граждан, он не намерен, отметил политолог. Встречи с оппозиционерами прошли фактически в той же манере, в какой сам Никол Пашинян встречался с тогда уже премьер-министром Армении, зачинщиком Нагорно-Карабахского конфликта и лидером карабахского клана Сержем Сарксяном. Напомню, тогда в апреле 2018 года Пашинян выдвинул Сарксяну жесткие требования об отставке. Сарксян их в столь же жесткой форме ответ. На этом они и разошлись, ни о чем не договорившись. Однако итоги у этих встреч разные. Когда в 2018 году Пашинян вышел от Сарксяна, граждане устроили самую массовую акцию неповиновения за все время армянской революции. И уже на следующий день Сарксян подал в отставку. А сейчас оппозиция пытается раздуть планы протестов уже более полутора месяцев. Однако не может вывести на улицу более 10 тысяч человек в лучший день. Обратил внимание эксперт. Очевидно, что сейчас Никол Пашинян является для населения Армении консенсусным руководителем. У него есть легитимность. При этом ему нет альтернатив. Ни олигарх Гагик Царукян, ни малокому известный Эдман Моркян, ни гриатура Сарксяна-Кочаряновской партии войны Вазгем Манукян, ни другие лидеры не смогли за 50 дней ни по отдельности, ни вместе поднять народ против Пашиняна. Причина понятна. Одних людей слишком хорошо знают и не хотят их видеть у руля государства. Другие, наоборот, никому неизвестно. А главное, никто из оппозиции не предлагает никакой конструктивной программы будущего Армении. Все они повторяют на разные лады, а только одно. Пашинян, уходи. Обсуждают только условия отставки премьер-министра. А о том, как спасти Армению от экономического, эпидемиологического и социального кризиса, ни слова. Граждане, глядя на это, понимают, что лучше от их прихода к власти не станет, ведь оппозиция не знает, что делать, сказал политолог. Хуже того, оппозиция призывает фактически к ухудшению положения населения Армении. Люди только что вернулись с войны. Многие потеряли родственников, многие дезертировали с поля боя, другие, наоборот, были свидетелями дезертирства и общего хаоса в войсках. Все в целом сильно деморализованы столкновением с реальностью. 30 лет власти врали, что статус-кво нерушен. И вот он уничтожен за 44 дня. В таких условиях в оппозиции лидирующей идеей стала идея реванша. Хотя никакой реванш после такого разгрома попросту не мыслим. Соответственно, люди слушают эти безумные призывы о новой войне от политиков, которые сами в боях не участвовали и участвовать не будут. Или бежали с поля боя, как ходжанинский палач Сейран Аганян. И понимают, что возвращаться на земли Азербайджана с одружием в руках, чтобы умереть там, они совершенно не хотят. Пашинян ни о чем подобном не говорит. Соответственно, граждане скорее поддержат его, чем его оппонентов, заключил политический эксперт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова